Всем привет, на связи МК. У меня в руках ноут из будущего, 20 октября 2021 года. Оттуда я с ним вернулся. Видите, даже наклеечка есть. Доказательство, он работает на Core i7 11 поколения. Ну вот эта, которая Core i7, 11, 65, GE7, 34. В общем, вас этим не удивить. Этот ноут работает на 11 винде. Не той, которую слили в сеть пираты, но и не релизной, очевидно. На самом деле, да. Я просто нажал кнопочку «Участвую в программе Windows Insider» и обновил стандартную штатную 10 винду, добавив к ней одну цифру. Ну еще интерфейс поменялся, защиты всякие и без картана. Хотя, если она бесила вас с десятки, ее можно было снести и там. И раз у нас есть такая возможность, давайте протестируем производительность 10 и 11 винды на ноутбуке Honor MagicBook 14. Софт, игры, бенчи, на десятки, не буду врать, я уже протестил. И хочется, чтобы на 11 было не хуже. Потому что, если не будет хуже, на релизе, возможно, будет даже лучше. Да, я могу предположить, что так как винда сейчас у всех на тесте, она на хайпе. Главным условием ее установки было включение на полную катушку телеметрии. Майки хотят знать, как у вас дела и чтобы выслали им логи. И в целом, ось еще сырая и это может повлиять на производительность. Но нам интересно, тем более, кто это сделает, кроме нас. Куда вы едете? В том месте нет ничего, кроме боли и невообразимых страданий. Испытуемым будет вот этот тонкий, легкий, металлический ультрабук. Всего 1,6 сантиметров толщину. Весит как полторашка. Работает на мощной интегрированной графике Intel XE. Надеюсь, не будет греться. Самое главное, он автономный. 22 серии Рика и Морти вообще в лед. Ну и цена. До 60 тысяч на i5. У нас же тут топовая версия на 10-нанометровом Core i7-1165G7, который бустится до 4,7 ГГц. Внутри распаяно 16 гигабайт оперативки. Все они идут с быстрым NVMe SSD на 512 гигов, который выдает под 3 гигабайта в секунду на чтение и запись. Радует, что инсайдерская версия ставится поверх десятой винды и все значки и программы остаются на месте. Давайте приступим к тестированию. Меню пуск перемещаем на законное место в настройках панели управления. Мне так лично удобнее. И сразу хочу предупредить. Лично у меня обновление прошло не совсем гладко. Сразу после перезапуска дисплей стал косплей стробоскоп и это при том, что все драйвера стоят свежие. Если ПК не излечился сам, нажмите Ctrl-Shift-Escape, далее запустите новую задачу, введите App with CPL и удалите последнее обновление. Должно помочь. Все эти лаги показывают, что 11 винда это все же еще сырая бета и ставить ее на рабочий компьютер я не советую, разве что второй виндой чисто для теста. Давайте начнем с обычного серфинга, а потом уже перейдем к попугаям и фпсам. Итак, на обеих ояс я запустил наш 4к видос и 20 вкладок тяжелых сайтов в хром. И тут ультрабук показал себя с лучшей стороны. Никаких проблем из-за весонов, все работает быстро на обеих осях. Так что с любым серфингом все будет окей. Стоит лишь отметить, что 8 гигабайт ОЗУ в 2021 году было прям впритык. В этом тесте было занято больше 7 гигабайт оперативки. Больше всего меня интересует есть ли разница в автономности. В MagicBook стоит хороший для 14 дюймов аккумулятор на 56 ватт часов. Ролик на ютубе с включенным Wi-Fi и Bluetooth на средней громкости с 70% яркости экрана Windows 11 протянул на 20 минут дольше, чем на Windows 10. 9 часов 4 минуты против 8 часов 40 минут. Тест проводил я два раза и в обоих случаях одиннадцатая винда держалась слегка дольше. Подсветка клавиш была включена, тут она к слову двухуровневая. В общем показатели автономности Windows 11 радуют. Будем надеяться, что на релизе он будет еще лучше. Далее Photoshop с парой десятков слоев. Тоже все работает четко на обеих ОС. Никаких проблем. Давайте повысим нагрузку. Наш 10-минутный Full HD ролик в Premiere Pro рендерился чуть больше 20 минут. Что на Windows 10, что на 11. Разница между системами на уровне погрешности. Минутка синтетики. В Cinebench R23 наш 4-ядерный Core i7 на 10 винде выдает 4577 баллов в многоядерном и 1473 в одноядерном режимах. Кстати, по однопотоку это вообще почти рекорд даже среди десктопных камней. На 11 винде почти также хорошо. 4413 баллов и 1420 соответственно. Разница в районе погрешности всего 3% в пользу Windows 10. С процессором все понятно, переходим к графике. Intel серьезно подтянула графику Iris, она стала в полтора раза быстрее за поколение и уже дотягивает до дискретной Nvidia MX350. Любопытно, но в тесте 3DMark Time Spy Windows 11 показала себя слегка лучше, на 6% в свою пользу. Будем надеяться, что к релизу результат будет еще выше. Ну а синтетика синтетикой, а что там в реальных играх? Разумеется, встройка для чего-то серьезного не подойдет, но вот с онлайн-проектами никаких проблем не будет. Например, Dota 2 с минимальными настройками графики в Full HD абсолютно играбельно, даже в замесах просадок ниже 80 FPS нет. Также нет и разницы между Windows 10 и Windows 11. На обеих системах играть комфортно. При этом процессор не грелся выше 75 градусов, что для компактного ультрабука прям победа. Кроме того, вентилятор достаточно тихий, при серфинге в интернете или просмотра фильмов вы его вообще не услышите. Да и в играх он шумит достаточно слабо. Едем дальше. В танках на SD клиенте в 1080 на улучшенной графике и средне-низких настройках наш i7 в дуэте с риской выдает больше 50 кадров в среднем на обеих системах. Температура в обоих случаях в пределах 65 градусов, что очень даже хорошо. Так что есть пробитие. А как поживает вечная классика, третий ведьмак? На момент выхода далеко не все видеокарты могли его потянуть. Справится ли с ним наша встройка и будет ли разница? Начнем с того, что при смене Full HD на HD новая винда начала жестко лагать и в итоге игра вылетела на рабочий стол. После перезапуска сразу же в 720p все заработало. На 14-дюймовом экране даже на низких настройках картинка выглядит неплохо, так что погонять пару часов вечерком платву получится без проблем. Средний FPS в обоих случаях выше 50 кадров. Уже после теста Microsoft выкатила новую сборку Windows 11 под номером 223065. В ней добавили панель поиска прямо в меню пуск, появилась возможность быстро менять режимы питания прямо в трее, что актуально для ноутбуков, и отображение панели задач на нескольких мониторах. Разумеется, мелкомягкие профиксили часть багов, и такие обновления до релиза будут прилетать постоянно. Я перепроверил производительность на новой сборке, не изменилось. Все одинаково, как в Cinebench, который тестирует процессор, так и в 3DMark, который тестирует GPU. Разница в пределах погрешности. Что можно сказать по итогу про Windows 11? Да, это все еще сырая бета, и у нее есть проблемы со стабильностью работы. Но радует то, что она практически не уступает по производительности Windows 10, а с включенной телеметрией держалась по батарее даже лучше, чем десятка. Будем надеяться, что на релизе все это подпилят, поправят, и новая ОС будет даже лучше десятки. Касательно этого ультрабука, вот не кривя душой, могу сказать, что это лучший ультрабук, который я тестировал. И если бы у меня спросили, что ты выберешь, вот это или вот это, я бы выбрал после теста это. Ну, потому что я не очень люблю смузи. Ну, я в душе виндузиатник. Из минусов я могу отметить только USB 2.0, то есть второй жесткий диск, уже не подключить, но сюда можно подключить мышку. Хотя тачпад стеклянный и распознает жесты, достаточно большой. Есть фирменная камера в клавиатуре. Кстати, на десятке почему-то, как вы видите, камера не запускается, хотя должна. Сканер отпечатков пальцев, полностью металлический, легкий, производительный, как вы видели, даже тянет онлайн игры. Поэтому рекомендую. Ссылочки на этот ноут будут в описании. Увидимся, до скорых встреч. Интересно, сколько людей напишет, что будующего пишется не так.